приветствуем вас на канале волфикс и в этом видео мы поговорим о том что такое дельта и какие типы дельты бывают сразу говоримся что видео сделано исключительно в информационных целях итак у каждого бар на графике есть объем заключенных сделок этот объем состоит из сделок на продажу и на покупку в частности на двойном классом графике можно настроить отдельно объем продаж и покупок и дельта это разница между объемом сделок на покупку и на продажу таким образом дельта например за данную цену у нас будет разница между 491 и 773 и разница минус 282 то есть по данной цене у нас преобладали продажи дельта на вертикальной гизограмме нам показывает баланс сил за каждый бар данном случае за каждые пять минут мы видим объем который был по торгован и дельта то есть разница между суммарным объемом продаж и покупок и покупок и продаж за каждые пять минут таким образом дельта состоит из объема на покупку и на продажу это показывает какая сторона преобладает на рынке в тот или иной момент в каждой сделке есть два участника покупатель и продавец дельта позволяет понять баланс покупателей и продавцов в конкретный момент времени существует два типа дельты дельта агрессор и дельта тик директ дельта агрессор отображает разницу между объемом сделок инициированных покупателями агрессорами и объемом сделок инициированных продавцами тоже агрессорами агрессор это сторона сделки которая инициировала сделку данные по стороне сделки приходят с биржи инициатор сделки это как правило рыночный ордер но не всегда это может быть также и лимитный ордер настроить стебель ты можно выменю с этап дельта тайп дельта агрессор показывает какая сторона активнее совершать сделки и является индикатором рыночного давления дельта тик директ считает дельту основываясь на направлении каждого тика если цена текущего тика выше чем предыдущего то и вся дельта этого тика будет положительной тик это каждый изменение цены другими словами например за 5 минутный бар у нас было проторговано 10 аптеков по одному контракту каждый и 5 даунтиков также по одному контракту в этом случае дельта тик директ будет 10 минус 5 5 дельта агрессор же считается исходя из стороны инициатора сделки а сторону инициатора сделки нам присылает биржа и давайте откроем time and sales ленту принтов и чтобы было более наглядно посмотрим как часто страна сделки по агрессору и по тик директ могут отличаться поставим ленту на паузу и видим что довольно часто попадаются такие ситуации когда у нас по тик директ покупка а по агрессору продажи например данный случай у нас цена была все 439 и далее даунтик и видим что страна сделки каждого из этих тиков по данной цене она отрицательна почему потому что у нас даунтик направление тика вниз соответственно вся дельта у нас будет на продажу но в какой-то момент у нас появляются трейды со стороны сделки по агрессору на покупку и если мы посмотрим на колонку битоксайз это первая строка стакана размер бедов и асков то увидим что вы моменте продавец выбивает все беды то есть все заявки на покупку и таким образом она сдвигается на один тик ниже где уже появляется покупатель по агрессору в то время как по тик директ у нас идут продажи по факту вступает в силу покупать агрессивный который уже в свою очередь начинает выбивать все адски то есть все заявки на продажу и также потом позже сдвигается она уже на один тик вверх и по сути на этом примере мы можем понять разницу дельты тик директ и дельты по агрессору если мы представим что это один допустим пятиминутный бар или минутный то вся эта дельта весь этот объем по тик директ он будет на продажу то есть вся дельта будет отрицательная в то время как дельта по агрессору будет учитывать вот этих вот агрессивных покупать покупать которые инициируют сделку в этом заключается отличие между тик директ и и дельты по агрессору а другими словами получается что дельта по агрессору на на микро уровне как бы более точная и далее трейдер уже сами исходя из своего понимания и дельты и разницы между этими типами дельты и таймфрейма выбирает какой тип дельты ему лучше использовать на этом все если у вас остались вопросы просим обращаться в наших поддержку по контактам в описании благодарим за внимание и хорошего дня